Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Какой же сладкий этот Димка-картинка! Севка прям кипятком, сыт при упоминании о нем. Черт ма ума поднять посылку на любимый пятый этаж. Все кишки выпустил, как посылки, так и себе. Пора вспомнить ему сказку про репку. Бабка за севку, севка за посылку, тянут-потянут, втянуть на пятый этаж не могут. Всю грязь в подъезде собрал. Хорчки, плевки, сморчки, всю заразу. Сейчас придет, и матери на кровати это плюхнет. Я уже переживаю. За посылку. Не заразилась бы. С бабки той, как с гуся вода. Никакая холера ее не возьмет. Она и ядом комодского дракона запросто справится одной левой. Я думала, что посылка пришла от Димы, который обещал прислать Самвелу и маме термобелье. От чего, думаю, посылка тогда такая тяжелая? Может быть, он прислал скафандры вместо термобелья, чтобы оградить окружающую среду от их негативного воздействия? Думаю, ну прекрасно. Вот пусть чешут клоуны в этих скафандрах на день рождения. Но нет, я ошиблась. Оказалось, что посылка от Димы, но от другого. Он как серый, так и волк у меня получается. Ну вышла ошибочка. Дима, который занимается продукцией, изготовлением сыров, колбас, сала и прочей вкуснятины. Прискакал Севка к маме, ну как и следовало ожидать, швырнул посылку на кровать. Баба Таня посмотрела так на нее подозрительно, даже с каким-то испугом. Ну и каким-то шестым чувством поняла, что посылка тяжелая. Что-то я не слышу от этих лицемеров в адрес Димы тысячу проклятий и оскорблений за то, что присылает такие тяжеленные вещи. У бедного Севочки пупок развязался, глаза вылезли на лоб, геморрой открылся, начался, или что там с ним происходит. Когда он приносил сумки с продуктами от Нади, всегда в ее адрес лилась грязным потоком волна негатива из-за того, что сумка тяжелая. Сейчас молчат, как в рот воды набрали, ну я же говорю, лицемеры. В посылке, да, те самые продукты от Димы. Сытый пузо, ну смешно, ей-богу. Вот этой скромной коробочкой Дима думает накормить досыто анчуткову анаконду варановну? Не смешите мои тапки. Ей этих продуктов на один зубок. Сытый пузо. Таких посылок ей вагон надо прислать, тогда, может быть, она и нажрется. Практически полная коробка колбасятины. Ну, традиционная такая штука про бутылку с водой для ТВшки. Прозвучала отсевки, что это не для охлажения продуктов. Она тебе, мама, вот даже позаботились, водичку положили. Ну, на нее она, конечно же, и клюнула. ТВ не привыкла ни от чего отказываться. Я удивляюсь, как она упаковку не сожрала. А в посылке чего только нет. Оленя нет, бобра нет, крокодила нет, кенгуру тоже не было. Много чего не было. Зато была рыбка копченая, соленая и масляная. Страшно представить, что будет после того, как ТВшка ее нажрется. У меня еще свежо в памяти происшествие с такой рыбой от Светульки. Против ветра на три метра свистело. Такой дед-дрестун на нее напал. Дальше чем видела, летела. Еще в посылке была колбаса, брынза, красная икра. Ну, ТВшка найдет чем догнаться, чтобы действительно на нее напала, как они выражаются, срачка. Были еще и в посылке коробки с конфетками. Самвел перевел камеру на маму и говорит, я повезу антрюхи. Он сладкое любит, я на диете, поэтому есть их не буду. Ой, бла-бла-бла. Будет еще как. Жрет он их за милую душу. Попробуйте отобрать у него эти коробки, эти конфетки. Интересно, ТВ не захочет добавить еще одного приглашенного на день своего рождения? Такого Димку грех не позвать. Приедет он, как елка, увешанный колбасами, сосисками, рыбой, усыпанной икрой. В зубах будет держать пучок зелени. Накроет им такую поляну, но если успеет, бабка же махом все заглотит. Ну, потом зубочистка выковырнет застрявшего Димку из зубов. Но если, конечно, ему повезет, она его не проглотит целиком. Севка достает и достает продукты. А я думаю, как он будет у ТВшки отбирать какую-то часть? Ведь явно все ей не достанется. Но ведь она будет биться насмерть. Одно дело промолчать за шоколад и совсем другое дело за колбасу и рыбу. Все таке дорогое и смачное ей таке можно. И абсолютно равнодушный к еде севка тоже чуть слюной не захлебнулся, когда все это увидел. За такую посылку, конечно, Самвел обязан сделать рекламу во всех соцсетях, в которых сидит эта Дима. Но, слава богу, хоть не Дима с перчатками и термобельем. А то крутится как болерун. Честно, аж смотреть неудобно. Это только для севки. Он такое любит. Ему это нравится. Конечно, сделал он эту рекламу ему. А обязательно это само собой. И надо было предполагать, что да, действительно, так оно и будет. Но не мог он промолчать. Ведь и для этого же Димка и присылал. Именно за рекламу. Когда я увидела разбросанные на кровати продукты, мне пришла идея, как отметить день рождения бабы Тани. Но это будет похоже на то, что предлагала Ира. Фуршет. Вот пусть эти продукты так и разложат. По кровати каждый желающий подойдет, отрежет себе кусок, какой понравится, и ест. А можно от куска прямо откусывать и передавать другому. Будут как в племени. Не знаю где, но я видела такое по телевизору. ТВ-шка, как старшая женщина рода. Выбрала бы рыбу или колбасу. Откусила от нее кусок, передала следующему. Это было бы в их стиле. Если гость откажется, ну кому от этого будет хуже? Только гостью. Но севка точно не откажется. Он не призгливый. Они в легкую с мамкой из одной банки жрут икру, пускают туда слюни. И все у них на мази. Ну что, мама, будем пробовать? Она на глупые риторические вопросы вообще не отвечает. Давай, сынок, попробуем всего по чуть-чуть. Попробовать не получится. Там можно нажраться. Вот если по чуть-чуть все это пробовать. Даже обожраться можно. Посылка огромная. Там очень много всякой разной всячины. Хотя я верю в бабу Таню. Она с легкостью с нею разделается. Даже интересно было бы провести такой эксперимент. Оставил бы я севка полностью эту посылку и проверил бы, на сколько дней или часов ей этого хватило бы. Но севка решил ее подразнить. Сейчас, говорит, немножечко попробуем, а остальное я отвезу на игре. Надо было видеть, какую рожу она состряпала. Вот посмотрела, как рублем одарила. Если взглядом можно было убить, севка уже лежал бы бездыханный. Посылку? Кому прислали? Спрашивает ТВ. Ну, Самвелу прислали. Дальше что? Она думает, что если разбирали у нее дома, значит прислали ей. Наверняка она так и думает. А еще она так думает, потому что там лежит то, что ей можно. Поэтому она искренне не понимает, ну с какой стати сытником должно хоть что-то из этого богатства перепасть. Она даже слышать хорошо стала. Зачем ты все это будешь им отвозить? Севка говорит, а как я все это съем один? Шо? Мне кажется, она переспрашивает не потому, что не расслышала, а потому что не понимает. Ну, как человек в здравом уме и трезвом рассудке может вот такие глупости говорить? Во-первых, что значит один, если она тоже у него существует и вполне может ему помочь с уничтожением этих продуктов? Во-вторых, уже давно изобретены холодильники, в которых можно хранить продукты и постепенно их съедать. В-третьих, да сколько там этих продуктов, которых прислал Димка? Слезы! Самое время бабе Тане вспомнить про все свои инстанции, которые она может угостить. Угостить или нет, никого не касается, но урвать часть продуктов таким образом она сможет. Я не видела, говорит ТВ, чтобы ты оттуда привозил посылки. Во-первых, это была бы наглость со стороны бабы Тани получать такое количество посылок. Еще и ждать, что если вдруг какие-то приходят к сытникам, то ей тоже будет перепадать какая-то дань. Во-вторых, а сколько севка у них столовался и в утром, и в обед, и вечером приезжал на игрень. Света тогда не работала, она же постоянно его кормила. А баба Тане, кстати, нет, не было даже вареных яиц. И тогда баба Тане не возмущалась, что сын на халяву там жрет. И также на халяву она там послась безвылазно. День рождения собиралась отмечать у сытников дома, а не у родной почему-то дочери. Если Самвел отказывается это есть, потому что сидит на диете. Хотя диета не мешает ему жрать колбасы, приготовленные Нади, и жареная корочка, который готовит ТВ. Поэтому я не понимаю, о какой диете вообще он сейчас ведет речь. Можно отрезать, какую-то часть оставить у себя, можно угостить зену. Действительно, не все отвозить сытником. Можно и себе что-то оставить. Самвел мог бы кое-что и сестре припасти, так скажем, на гостиниц. Почему бы и нет? Как хочешь, говорит ТВ, но половину оставь мне. Места в холодильнике достаточно. Севка говорит, ты Ольге Леонтьевне за шубу заплати. Она говорит, что ей мало заплатили. Ольга Леонтьевна говорит, серьезно? Зрители пишут, что мы ее обманули, и надо ей доплатить. А, ну вот это уже совсем другой разговор. Все, тут же ТВ сказала, забирай дубленку, она мне не нужна. А вот это все, говорит баба Таня, богато стоит или мало? И знаете, со злостью такой хватает эти упаковки, а руки трясутся. Я думала, ее контрати хватит. Ну, будто у нее судорога началась. А откуда она знает, сколько это стоит? Савел, кстати, у нее спросил, мама, как ты думаешь, сколько стоит такая посылка? Она так пожала плечами, говорит, понятия не имею. Ну да, в магазин она не ходит и вообще на облаке живет. Цен она не знает. Как говорил Севка про игре, она сразу поняла, о нет, подожди, сынок, это же очень дорого. Севка тоже присоединился к маминым словам и стал объяснять, не маме, зрителям. Вы знаете, сколько будет стоить один кусок такой рыбы? Кстати, тот кусок, который они открыли, чтобы сожрать. Он говорит, стоит больше тысячи. В общем, зрители должны понять, что сытники не в обиде и обижаться не должны. Сам Вейл рассчитается с ними продуктами. А может быть, им это не нужно? Может быть, они предпочли бы получить пять тысяч деньгами, а не рыбой и колбасой? Они думают, как им эта жрачка, так и другим. Ну, сытника, может быть, так оно и лучше, пожрать они там все любят. Но вот с такими упреками и за деньги ничего не нужно от Сам Вейлу. К тому же, открывают грязными руками на грязной постели. Сам Вейл пошел на почту, получил эту посылку, собрал всю грязь в подъезде. Грязными руками эту посылку открыл. Теперь трогает кусок рыбы. Естественно, этими же руками он и жрет. Эти упаковки лежали на грязной постели. Вот к этому целлофану кошачья шерсть липла, как железо к магниту. Антисанитария полнейшая. Если начнется расстройство желудка, неизвестно на кого грешить. На Диму и его некачественные продукты или на Сам Вейла, который лапал их грязными руками. Света один раз, из Одессы, по-моему, она заказала Сам Вейлу эту рекламу. И после того, как у ТВшки Андрея и Ольги Леонтьевны начался ротовирус, Света с горизонта исчезла. Зачем ей такая антиреклама? Очень хочется надеяться, что с Димой такой неприятности не произойдет. И все пройдет без сучка, без задуринки. Ни на кого срачка не нападет. Мне нравится, как Сам Вейл режет рыбу. А мама помогает ее придерживать. Ну, у него же бедолаги нет держателя для телефона, Как все нормальные блогеры делают. Ставят телефон, нормально что-то там нарезают, какую-то еду, пробуют. А у него такое жгучее желание показать, как он красиво это отрежет и съест. Да, желание есть, но не настолько, чтобы он действительно пошел и взял этот держатель. Пытается пилить тупым ножом кусок. Баба Таня воткнула когти в эту рыбу и таким образом удерживает ее на месте. Помогает. Вот кому нафиг теперь эта рыба, которую они облапали грязными руками? Сам Вейл говорит, ну идеально отрезать от этой рыбы кусок. Не получится. Вполне получится. Вполне реально. Достаточно для этого под рукой иметь острый нож. И руки растущие откуда надо. Все получится. Первый кусок, который Сам Вейл отрезал, он стал, конечно же, есть сам. Мычит от удовольствия. А ТВ смотрит слюной захлебывается. Отрезал ей, конечно, Сам Вейл потом тоже кусок. Схватила его всеми десятью пальцами. Что-то мнет в руках, пытается рвать, перекручивает туда-сюда. Крутит его, в общем, со всех сторон рассматривает. Дикари какие-то. Есть не умеют. Но можно же было взять, пойти вилку и есть вилкой. Никто из них об этом не подумал. Масляная рыба была в рулете. Из трех рыб состоящий этот рулет. Непонятно, зачем открыли еще один пакет с этой масляной рыбой. Это что бабу Таню наверняка пронесло. Но другого объяснения этому я не нахожу. У бабы Тани кровать явно вся в масле. У севки телефон. Морды масляные. Довольные. Продолжают дегустировать. Ничто не должно пропасть даром. ТВ-шка начала хлистать воду из этой бутылки, которую Дима заморозил и перед отправкой положил в эти продукты. А баба Таня как раз таки и любит такую водичку со льдом. Что это за вода, непонятно. Да и неважно, была не была. Да, так смешно. Один на диете, выпучив глаза, доказывал, что есть он это все не будет. Теперь остановиться не может. Другая диабетом страдает. Жрут, как два здоровых мужика после недельной голодовки. Севка говорит, не умею я красиво делать рекламу. Извините, мог бы этого и не говорить. Это и так всем понятно. Жалко, перчатки снял. Надо было все это делать в перчатках. Была бы реклама сразу двум Димкам. Одним выстрелом двух зайцев бы убил. Но поверьте ему на слово, говорит Самвел, это очень вкусно. А вообще, все начинается с упаковки. Вот и берите пример с людей, которые занимаются отправкой товаров по интернету. Как они упаковывают вещи. И как упаковал Коля с Самвелом толстовку. И как они старались экономить буквально на всем. Самвел не хочет тратиться ни на упаковочную бумагу, ни на коробки, которые потом будут выбрасываться. Ему очень хорошо подошел бы способ торговли выбрасывать товар с балкона. Тот, кто хочет что-то купить, заказал, оплатил. Подошел к балкону, стоит внизу. Севка или мама вышвырнули вещь и все. Не пусть человек ловит. Дешево и сердито. Зря ТВ-шка переживала, что все достанется игре. Там сытником везти практически нечего. Очень много упаковок они вскрыли. Ну все, сахарек превратился в рафинад. Глюкометр опять будет выдавать ошибку. Но это будет завтра. А сегодня у ТВ-шки желудок улыбается от такой пищи. Посмотрим, как подсмеется над желудочной улыбкой с рака, когда придет время. А оно непременно придет. В следующем видео, я думаю, начнутся разговоры как раз таки об этом. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.